Всем счастливого вербного воскресенья! Перед тем, как Вы сядете, поприветствуйте кого-то, поприветствуйте Вашего соседа. Аминь! И второе, давайте откроем нашу Библию. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи с восьмого по двенадцатый. Аминь! Давайте скажите аминь, если Вы нашли уже это место в Писании. Аминь! Итак, давайте мы все вместе прочитаем эти стихи, пятая глава Матфея, с восьмого по двенадцатый стих. Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны Вы, когда будут поносить Вас, игнать, и всячески неправедно злословить Меня. Блаженны Вы, когда люди изгнаны Вас, и персекуты Вас, и ползоцветы, и скажут, что все грязные против Вас, ибо Я. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика Ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде нас. Аминь! Аминь! Итак, кто же те чистые сердцем? Те ли это люди, которые рождены в этот мир и могут хвастаться, у Меня чистое сердце? И неважно, насколько хорошо Вы поступаете. Но никто из нас не может сказать, что у Меня чистое сердце. Почему? Потому что когда-то в нашей жизни были ситуации, были ситуации, когда по-настоящему проявлялись наши сердца. На самом деле, в Еремии мы читаем, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Оно ужасно испорчено. И из сердца исходят все наши злые помыслы. Мы настроены с Вами на зло. Да, это непросто воспринять. Но также в Писании говорит о том, что только Бог знает сердце человека. В Еремии мы также читаем, Я, Господь, испытываю сердце Твое. Как мы можем сделать так, чтобы наше сердце было чистым? Господин Спурджин писал, На земле нет чистых сердец, если только Господь не устроит так. И никто не увидит Бога в раю, если только они не будут очищены милостью Его здесь. Итак, ни у кого нет чистого сердца. Но Господь может очистить наши сердца. И только Он может это сделать. Аминь. Есть путь. И нам нужно об этом просить Бога. Давайте вспомним царя Давида в его прегрешениях. Он совратил женщину, он убил человека. И он был царем. Он бы мог сделать так, чтобы все его грехи были покрыты и скрыты. И на самом деле, он манипулировал людьми для того, чтобы все это успокоить и покрыть. Но Господу это не было угодно. Господь не хочет, чтобы мы продолжали грешить. Поэтому Господь послал пророка к царю Давиду для того, чтобы обличить его. И в этом его желании и стремлении иметь чистое сердце, Давид возопил Богу, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. И Господь делал это. Только Бог может создать это чистое сердце. И это Его желание к нам с самого начала, потому что Он любит нас. Иси-килл, chapter 36, verse 26, it says, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove your heart of stone and give you a heart of flesh. В Язык-килле 36 глава, 26 стих, мы читаем, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. И Господь позволил нам иметь это через Иисуса Христа и через нашу веру. Господь Иисус пролил кровь Свою на Христе, осветил нас и очистил наше сердце. Чистота сердца подразумевает, что все старое пришло, вот творю все новое. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. наше обновленное сердце, вот это и есть чистое сердце. И правда это удивительно? Я так благодарна Богу за то, что Он очищает наши сердца. Потому что это невозможно, не под силу нам самим. К Титу, первая глава, пятнадцатый стих, мы читаем, для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. И Он сделает это возможным для нас через Иисуса Христа. Аминь. Удивительно. Чистое сердце, это сердце, которое идет за Богом. Чистое сердце, это тот, кто славит Бога в духе и в истине. Это тот, который постоянно говорит Богу, да пусть Твоя воля исполнится, не моя. Потому что нет абсолютной пустости в наших сердцах, если есть абсолютный оттранжение Бога в наших сердцах. Потому что нет полноты, чистоты в нашем сердце, если трон Божий не находится в нем. Поэтому Господь должен быть не просто проживать в нашем сердце, Он должен царствовать в нашем сердце. Аминь. А Псалом говорит нам, тот, у кого руки не повинны и сердце чистое, тот может быть в присутствии Божьем. Именно поэтому Иисус нам напоминает Евангелие Иоанна, третья глава, третий стих. Иисус сказал Ему в ответ, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божьего. Я хочу жить с чистым сердцем. Потому что я не хочу видеть вокруг себя только зло. Аминь. И пусть это будет нашим желанием страстным. Это кажется невозможным, но есть путь и способ. Когда мы принимаем Иисуса нашим Богом и Спасителем. И неважно, какое у тебя тяжелое или черное прошлое было. Он может все исправить и все очистить. Аминь. Блаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Бог это Бог мира. Его имя мир. Он наш мир. Он тот, кто дает нам мир. И Господь призвал призвал нас быть миротворцами. Писание наставляет нас о том, что мы должны быть теми, кто устрояет мир, а не тот, кто его разрушает. Мы получили с Иисусом мир. Он наш мир, и мы должны давать и нести этот мир. И мир это один из духовных даров. Господь живет с нами, живет в нас, в наших сердцах. Поэтому мы можем быть миротворцами. миротворцами. Он даже наставляет нас искать мира и стремиться к миру. И жить в мире по возможности со всеми. Потому что мир сохраняет единство. миротворцами. Аминь. Как мы можем быть миротворцами? Для того, чтобы быть миротворцами, нам нужно в первую очередь понять причину этих разногласий. мы понимаем, что грех является преткновением в наших мирных отношениях с Богом. И продолжение этого являются наши грехи и наше дальнейшее отделение от Бога. Но мы не рабы греху. Мы более не рабы греху. Аминь. Слава Богу. Мы более не рабы греху. Аминь. Потому что Иисус освободил нас. через Него мы научились, как любить Бога и прощать других. Как Его Слово говорит, и Он говорил, если вы простите грехи прегрешающих перед вами, то и Я прощу вам ваши грехи. Итак, мы должны подчиняться Его Слову и святому призванию быть Его посланниками. Писание говорит нам о том, что Он дал нам служение, служение, примирение. И дал нам Слово утешения. Вы примирители, мои братья и сестры. потому что вы в Иисусе Христе. Аминь. А если вы не являетесь таковым, возможно, вам нужно обратиться к Богу и попросить Его об этом. Потому что Его Слово говорит, что кто бы не приходил к Иисусу, никого не отвергну. Аминь. Повернитесь к брату и скажите сестре мир. Да, я немножко переживаю, когда мы так спокойно воспринимаем. Итак, если мы призваны быть этими миротворцами, как нам нужно поступать. Я думаю, что просите и дано вам будет просите о мире. Аминь. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Аминь. мир не от нас, мир от Бога, его имя мир. Вторая вещь, и такая очень интересная. если вы хотите быть миротворцем, прекратите сплетничать. Не сплетничайте. Ну, вы знаете, я же просто говорю то, что на самом деле есть. Притчах 16 глава 28 стих мы читаем Человек коварный сеет раздор и наушник разлучает друзей. И Левитикос 19 16 говорит В Левитах 19 глава 16 стих не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь близнего твоего. Сплетни подобны пожару лесному, как который начинается и который невозможно потушить. И неважно, что вы говорите истину. Но если то, что вы говорите не приносит пользы, прекратите говорить это. Но нам слухи нравятся, сплетни приятны. Но Библия совершенно четко говорит на эту тему. Поэтому всегда Библия и Слово наставляет нас следить за тем, как мы и что говорим. Библия говорит нам о том, что нам нужно говорить только то, что наставляет и помогает. «О, нет, не можем справиться с собой». «Нет, не можете». Пусть Иисус заграждает уста ваши. Пусть очищает и заграждает сердце ваше. А наставляет разум ваш. «Аминь». «Аминь». В результате сплетен столько жизней было разрушено, столько отношений. а в результате сплетен страдают люди и их отношения. Вы не миротворец, если вы продолжаете это делать, продолжаете сплетничать. Если у вас есть что-то сказать, идите к этому человеку. «Аминь». «Аминь». «Если есть проблема, идите и говорите человеку об этом прямо. «Аминь». 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 Старайтесь делать то, что приносит мир в жизни людей и тем обогащает наши отношения. «Быть миротворцем» не означает закрыть свой рот и не говорить ни о чем вообще. «Аминь». Писание говорит «Мир, мир, но мира нет». «Аминь». В Ереме в 6 главе 14 стихе мы читаем «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». «Аминь». Что же делать? «Аминь». Осуждайте, когда необходимо. «Аминь». Потому что притворство неправильно и очень опасно, а грех очень развращает нас. если вы видите человека и понимаете, что есть какая-то вещь, которая препятствует миру. Мы должны в кротости, но все-таки исправить этого человека. помочь подняться им и устремить их взор на Божьи вещи. Потому что миротворцы не избегают сложных разговоров, неприятных разговоров, когда речь идет о духовной битве. в прошлый четверг я по телефону разговаривала со своей дочерью. Я позвонила, был видеозвонок, и я увидела, что она плакала. Я начала узнавать, в чем дело, какая проблема. И она сказала, мама, я скорее всего, потеряю работу этим маем. Потому что из-за пандемии наша гостиница закрывается. И я сказала, ну да, понятно. И она начала жаловаться на своего руководства, своего босса, и говорила, говорила о том, что она боится, она боится этой ситуации. Если бы вы были на моем месте, что бы вы сделали, как бы вы поступили? И я выбрала не утешать ее. я мама, я должна утешать свою дочь. Но в тот момент я приняла другое решение. но я слышала эти слова и слышала все, что говорилось. И я понимала, что это неправильно. И мне пришлось направить ее, исправить ее внимание, да, с любовью, с кротостью, но уверенно и решительно. Потому что, да, это мой такой характер. Я могу все по полочкам разложить и дать все инструкции. И люди могут меня неправильно понять, потому что они воспринимают такое авторитарное мое высказывание и принимают это за неправильное мое отношение к ним. И первое, что я сказала своей дочери, я напомнила ей, не суди людей, основываясь на своих впечатлениях и умозаключениях. Потому что, к сожалению, в своем разговоре дочь опустилась до унижения тех людей, с которыми она работала. и не нужно жаловаться о том, что у тебя такая сложная работа. Потому что ситуация конкретно у дочери была, что она работу двух человек выполняла и получала оплату за одного. и она жаловалась, что она считала, что вот ею воспользовались. Но я сказала, тебя наняли на работу и тебе заплатили деньги. И наше все раздражение усиливается тогда, когда мы ожидаем чего-то от людей, а не от Бога. Не говорит ли нам Писание о том, что что бы вы не делали, делайте как для Бога. Делайте это от полноты сердца вашего, и тогда вы никогда не будете жаловаться. И последнее, о чем я спросила, почему, чего ты боишься? Мама, мне так неудобно, потому что опять ты будешь вынуждена за всех нас работать и нас обеспечивать. И я знаю, что ты, в каких ты обстоятельствах сама находишься. И я сказала, что мы начинаем бояться и сомневаться только тогда, когда мы сомневаемся и не доверяем Богу. Господь говорит, я дающий тебе все необходимое, я все это тебе дам. В конце нашего разговора дочка успокоилась и перестала плакать. Мы нашли мир, я в это верю. Максвелл говорит о том, что мы несем в руках два ведра, одно ведро с водой, бензином. Или может быть ведро с бензином. И возможно, если мы неправильно размышляем, то в ситуации, когда нам нужна вода, используем бензин. в случае пожара, конечно же, мы используем воду для того, чтобы погасить его. А если вдруг мы вместо воды используем бензин, результат будет совершенно другой. Может быть, взрыв произойдет. Будьте мудры, будьте миротворцами, потому что в вас есть мир. во втором Коринфлине мы читаем «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершенствуйтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира да будет с вами». И последнее «Блесед наши дожди, которые пересекуты из-за правительства, и еще одна часть блаженных. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, изгнать и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Это на самом деле некий парадокс. Какая-то очень странная идея. «Если я миротворец, если я чист сердцем, как может такое происходить, что меня будут преследовать и гнать? свинь?» А в Евангелии от Иоанна 15 главе Иисус говорит, «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». А слуга не больше господина своего. Мы слышали о многих-многих наших братьях и сестрах в разных уголках мира. Они живут в тех странах и народах, которые противятся, которые враждуют с христианством. Иногда я думаю, если бы я жила вот в таких странах и местах, смогла ли бы я пройти через эти гонения? И я благодарю Бога, спасибо Господь. Я благодарю Бога, потому что я не знаю, на самом деле я не знаю, как мы себя поведем, будем ли мы бояться, будем ли страшиться, чем будет наполнено наше сердце. Но Писание говорит нам о том, блаженны те, кто гонимы. А вы были когда-нибудь гонимы? Кто-нибудь вас гонит? И если это происходит, то вы благословенны. Но Библия также нам говорит, что есть гонение в нашей жизни, и есть благословение. в первом послании Петра мы читаем, только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. Потому что в этом случае вы точно попадете под наказание. Потому что вы пожинаете то, что посеяли. если вы украли, если вы убили, то, конечно, вы будете осуждены и помещены в тюрьму. И тут есть страдания, но они другие. Поэтому это тоже грехи, обязательно обращайте на них внимания. Однако здесь мы говорим о блаженных загонения за Иисуса, за Бога. 2-го 2-го Тимофея 3-12 Аминь. Аминь. Итак, откуда приходит вот это изгнание и гонение? Библия совершенно четко дает ответ на эти вопросы. Потому что мы праведны и потому что мы страдаем за Иисуса. Любые гонения другие, помимо этих двух причин, иные гонения. Но если вас гонят за Иисуса и за праведность, тогда вы блаженно благословлены. Аминь. Чувствуем ли мы себя счастливыми, когда нас гонят? Конечно нет. Нет, нам и не нужно радоваться этому. Но у нас может быть радость и мир в сердце нашем. Аминь. Итак, откуда приходят нам гонения? Писание говорит нам о том, что гонения придут из мира. Вы помните, что мир против Бога и Бог против мира. Второе, гонения могут прийти даже из вашей собственной семьи. И если мы смотрим на Библию от бытия до откровения, мы находим много примеров, когда брат восставал на брата. И Иисуса гнали люди из его семьи. Галейтс 4, 29, он но как он родился according to the flesh, он был родился to the Spirit. В Галатам 4, 29, мы читаем, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. И к сожалению, иногда такое гонение может приходить прямо и из церкви. Потому что не каждый ягненок, который пришел в церковь, принадлежит ей сейчас. В деяниях мы читаем, ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки. Это то, о чем нас предупреждает Библия. В деяниях в 20 главе Павел пишет, ибо я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Вспомните Моисея и его родственников. Я вспоминаю ситуацию, в которой я была, когда жила в Тайване. У нас был большой семинар. Я была членом команды, которая проходила через соревнования, конкурс. Итак, четыре команды, и мы знали, я знала, что моя команда была победителем, потому что все нам делали комплименты и говорили хорошие вещи про нас. Но когда объявили результаты, наша команда обнаружила, что мы не победители, мы проиграли. И я еще только начинала свой путь с Христом. я подошла к студии и начала выяснять, почему наша команда не победитель. И она сказала вещь, которую я никогда не забуду. победитель. что ваша команда не победитель, потому что ты говоришь. Почему? Потому что все время говорила только ты, ты не позволяла членам своей команды выражать свое мнение. И я сопротивлялась, я говорила судье, но это же выбор был команды, чтобы я от их лица выступала. Я плакала. И я очень разозлилась, была горечь в моем сердце. Потому что я думала, мы проиграли и всего причины и вина я. В конце этого семинара мы писали небольшие записочки. И эти записочки, в этих записках должна быть благодарность, ободрение другому человеку, эти мысли о том, как этот человек вам помог. И я была не очень счастливой. И я была разозлина очень на эту судью, потому что я считала, что это не справедливо было. это усилие команды, не мои усилия. Но наш Господь чудесен и благ. от него не ускользают наши мысли, наши помыслы. И я получила одну такую записочку от одного из братьев. и это маленькая записочка просто омыла и смыла меня, с меня всю эту злость, раздражение, горечь. И он написал стих от Матфея 10 глава 22 стих. И будете ненавидимы всеми за имя мое. За имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Аминь. Не принимайте это лично на свой счет. Приносите это к Богу. Аминь. Итак, как же нам пройти через эти гонения, через эти испытания, потому что они приносят боль в нашу жизнь. Итак, нам нужно в первую очередь смотреть на эти гонения как на почетный знак, на орден. Потому что к филиппийцам в первой главе 29 стихе мы читаем, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Во-вторых, нам нужно смотреть на эти гонения как на хороший и удивительный способ совершенствовать нашу веру. Поэтому всегда от полноты сердца, разума мы должны говорить все содействует ко благу того, кто верует в Иисуса. Потому что Господь соделает все к лучшему для тех, кто призван по Его изволению. Также рассматривайте эти гонения как почву для радости. в Библии мы читаем с великой радостью принимайте братья мои, когда впадаете в различные искушения. Господь использует эти ситуации для того, чтобы формировать нас. Для того, чтобы совершенствовать нашу веру в Иисусе Христе. в Исаии chapter 43 он говорит «You will go to the river, but you will not be drowned. You will go to the fire, but you will not be burned. Поэтому вы за Исаии мне так нравится местописание, что вы пойдете к реке, но не утонете, пойдете в пожар, но не сгорите. Потому что мы покрыты, закрыты Господом. И последнее, гонение это также знак того, что вы есть истинная дочь или сын Божия. Аминь. Возможно, задаемся вопросом, а я прохожу через гонение? Кто-нибудь когда-нибудь меня гнал? А может быть, это время задуматься о том, а стою ли я крепко в вере? Потому что писание говорит о том, что тот, кто любит Бога и хочет жить в Боге, будет проходить через гонение испытания. И никто не исключение. Потому что это цель Бога для нашей жизни. Цель очистить и отделить нас. Но даже проходя через испытания через очищающий огонь мы будем становиться еще чище. Но тот огонь горящий он не пожирает нас. Он очищает нас. Аминь. Поэтому как мы будем относиться к этим гонениям. Писание очень четко отвечает нам. Евангелие от Луки 6 глава 35 стих. Но вы любите врагов ваших и благотворите и взаймы давайте не ожидая ничего. И обетование и обещание и будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего. Аминь. 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 не бойтесь, не страшитесь. Если Бог за вас, кто может быть против вас? Аминь. Благословение в Иисусе Христе. Аминь. 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 Аминь.